Смотри, еще интересных новостей. Штаб все-таки тепловиков собрался в Украине. Это произошло буквально на следующий день после наших разговоров, таких вот стремительных там заочных споров с Виктором. И там тоже очень разумные вещи. То есть они просят в пакеты помощи сейчас включать дизельные электростанции, электростанции на угле и разные другие мини-котельные, которыми они хотят. И еще они продолжают свои требования. Они хотят получить список договоров, городов, в которых будут проблемы с газоснабжением в случае налевого транзита и падения давления. Кроме того, вчера было интервью у Юрия Витренко. Он, то, что, наверное, очень понравится Куртьеву, но, правда, надо Куртьеву отдать должное, он по поводу Витренко особо ничего там и не говорил. Он говорил, что сам Витренко это что-то кубометров газа. Витренко вчера эту цифру подтвердил в объемах 15 миллиардов кубометров газа, но при этом сказал о том, что он суммленно выполняет то, что ему говорит Урят, а Урят хочет 19 миллиардов кубометров газа. Это первое. И второй момент для него понятное, что могут быть потери с этим связанные. Я, наверное, как бы отдам должное, что Виктору, что Витренко, но я хочу в той части, в которой тепловики собирались, все-таки продолжать. Может, ты воспринимешь это, продолжим нагнетать или еще что-то. Давайте себе представим, небольшой городок, там на 10 тысяч жителей, рядышком проходит сеть низкого давления газа. Она подключена через несколько километров к сети высокого давления газового, то есть по магистральному газопроводу. По магистральному газопроводу сейчас шурует газ с высоким давлением, и у нас все как бы неплохо. То есть для того, чтобы получить газ низкого давления, там стоит редуктор, то есть дырочка в шайбе, и вот у нас как бы мы потребляем вот этот газ. Один прекрасный момент, у нас давление в магистральном газопроводе пропадает. И что у нас тогда произойдет? Если говорить о нашем небольшом городке в 10 тысяч, то в этот момент или будет предусмотрено, или просто варят между магистральным газопроводом и вашей печкой, грубо говоря, возьмут и обойдут участок, который редуцировал давление, его снижал. В принципе, мы можем получать газ низкого давления, и ничего с нами не будет. То есть в этом отношении газовая система очень хорошо работает. Вопрос, стоит ли у вас в этот момент в вашем маленьком городке электростанция, которая работает на газе, угле, мазуке или еще чем-то. Если она стоит и работает на газу, то, к сожалению, есть пределы давления, при которых ваша газоэлектростанция работать не будет. То есть у нее не будет нормального давления для того, чтобы она запустилась. И получается, что... А вот таких вот городков, особенно в Западной Украине, в Центральной Украине, их у нас десятки тысяч таких городков с количеством жителей от 5 до 10 тысяч людей. Логично, что для того, чтобы люди, которые в этом городке не погибли от холода, в тот момент, когда отрубилась электрика и какое-то время нет газа в печках, потому что делают обводную петлю, чтобы не редуцировать газ, огнать по магистральным газопроводам другое давление, чтобы вас обеспечить. Вот. В этот момент, если будет очень холодно, вы будете замерзать. Но если в этот момент предусмотреть хотя бы пункты обогрева или, например, заменить вашу газоэлектростанцию маленькими генераторами, где вы можете там позарядить телефоны, если вы сейчас заботитесь тем, что ваш котел должен иметь какую-то маленькую там батарейку, которая будет достаточной для того, чтобы в момент отмены электричества, чтобы у вас в этот момент не пропал еще и газ. То есть это будет замечательно. Второй момент. К сожалению, у нас огромное количество городков, мы очень хорошо электрифицированы, в которых электроэнергия идет от линий электропередач, от подстанций. И в случае попадения в подстанцию, которая рядом стоит, например, с насосами канализационными или те, которые перекачивают горячую, холодную воду, если в электрическую подстанцию что-нибудь попадет, это приведет к остановке у вас электроэнергии. И опять же, если вы не предусмотрели, как будет работать ваш газовый котел или система водоподачи тепла в доме, если она у вас завязана на какой-то микродвигатель и так далее, то есть они простые котлы, а вы не предусмотрели там солнечную батарею, маленький щелочной аккумулятор, который поддержит вас там в течение хотя бы 5-6 часов. То есть два таких аккумулятора будут, я уверен, что будут пункты соседей, в которых вы сможете подзаряжать эти аккумуляторы. Но самое главное, чтобы они у вас были в наличии. Или иметь один маленький дизель-генератор на два дома, чтобы вот эти маленькие насосы, которые качают вам тепло в доме, то есть вот это все предусмотреть. Вот это нужно будет сделать заранее, как домашнюю задачу сделать. Потому что если у вас все электричество питалось не на газоэлектростанции, а на подстанции, то при попадании в подстанцию ремонт будет происходить, наверное, неделю, как минимум, прежде чем подвезут там запчасти и так далее. В этом отношении газ, конечно, гораздо более удобен. Потому что если что-то попадает в газ, то это трубы по полю разбросало, люди эти трубы собрали и обварили заново. То есть у нас нет такой сложной техники, кроме магистральных газопроводов и месторождений, где бы это все происходило. Но там мы достаточно защищены.